Мальчик принёс домой грязного и облезлого котёнка и попросил маму оставить его. Но женщина была категорически против. Елена рассказала на одном из форумов, как однажды её 11-летний сын принёс с улицы котёнка и умолял оставить его. Но женщина никогда не была кошатницей, поэтому против такой идеи. Максим отправился на улицу гулять с друзьями. Через час он прибежал домой и прямо с порога попросил маму не ругаться. Через мгновение он протянул ей лысого котёнка. Елена, увидев питомца, лишилась дара речи. Морда котёнка была сморщенной, шерсти совсем не было, лишь бледно-розовая кожа. Елена попросила сына отнести котёнка туда, где он его взял, но Максим наотрез отказался. И тогда женщина оставила малыша при одном условии, что ветеринар подтвердит, что тот здоров. Насчёт чего Елена сильно сомневалась. Максим, счастливый, отправился кормить котёнка. А мама тем временем стала уже придумывать, как избавиться от питомца. Утром Елена стала собираться с котёнком к ветеринару, и сын увязался за ней. И тогда она решила, что попросит ветеринара сказать сыну, что котёнок болен и что его срочно нужно оставить в клинике. Приехали они в клинику, просидели час в очереди и, наконец, зашли в кабинет. Максим, естественно, пошёл с мамой. «Вы только взгляните на эту больную особь, которую принёс мой сын с улицы», заявила Елена, когда зашла в кабинет. «Да вы что, порода этого очаровательного котика бомбино, и каждый второй был бы счастлив иметь такого питомца. Но не у каждого есть возможности, ведь такой котёнок стоит от 10 до 50 тысяч рублей», – ответил ветеринар. Елена подумала немного и решила оставить котёнка. Врач дал рекомендации по уходу и кормлению, и они отправились домой. Максим, как был счастлив, не передать словами. Вот так больная особь в одночасье обрела семью.